МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Германии проходит сразу несколько фестивалей. Узнайте, где и как веселиться. Правозащитники бьют тревогу. В ФРГ растет количество детских браков. Сейчас в стране проживают полторы тысячи несовершеннолетних иностранцев, состоящих в браке. Четверть из них младше 14 лет. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на статистику МВД Германии, предоставленную в ответ на парламентский запрос фракции «Зеленых». Как следует из отчета, как правило, речь идет о девочках-мигрантках. Их выдали замуж еще на родине до приезда в Германию. Большинство состоящих в браке подростков – выходцы из Сирии. Кроме того, в браке состоят 250 несовершеннолетних граждан Афганистана и Ирака. Но есть в статистике детских браков и пары из европейских стран – Болгарии, Польши, Румынии и Греции. И это только официальная информация. На деле цифры могут быть гораздо большими, говорят представители властей. Вступать в брак в Германии по закону могут только совершеннолетние. В отдельных случаях это можно сделать в 16 лет, но лишь тогда, когда партнер старше 18, а родители несовершеннолетнего не возражают против брака. Суд также может по своему усмотрению признать брак между 14-летним подростком и совершеннолетним партнером. В частности, в мае этого года суд Бамберга признал законным брак 14-летней сирийской девочки с ее 21-летним двоюродным братом. Этим решением немецкая Фемида назвала законными браки несовершеннолетних, если их заключили за границей. После этого в Германии развернулась дискуссия о том, имеют ли подобные браки право на существование ФРГ. Редактор субтитров А.Семкин российские санкции компенсировали потерю российского рынка поставками в другие страны, а также увеличили экспорт продовольственных товаров. В исследовании указывается, что в некоторых странах за последние два года показатели экспорта упали. Однако это не связано с российским эмбарго, а с общим состоянием рынка. При этом инициаторы санкций против России, США, Канада, Великобритания, Германия и Франция пострадали от российских ограничительных мер меньше, чем Норвегия, Финляндия, прибалтийские страны и Польша, в течение многих лет поставляющие в Россию продовольственную продукцию. Вот это размах. Через Панамский канал впервые после расширения прохода движется крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей. Длина грузоперевозчика Хью Таргет – 199 метров, а ширина – 36,5 метров. Площадь палубы – 71,5 тысячи квадратных метров. Строили его специально с учетом размеров Панамского канала. Азиатские порты, особенно в Токио, Йокогаме и в других городах, могут принимать суда длиной не более 200 метров. Единственный способ сделать их больше – это увеличить ширину. Но и по ширине большие суда не везде могут пройти. Когда мы реконструировали Панамский канал, судостроители специально с нами консультировались. Получились вот такие размеры. Судно спустили на воду в прошлом году. Оно ходит под флагом Норвегии и может одновременно перевозить 8,5 тысяч автомобилей. Свой бояж перевозчик начал с Японии, потом отправился в мексиканский Масатлан. Там выгрузили 2000 авто, которые будут продавать в Мексике. После прохождения канала грузоперевозчик возьмёт курс на американский штат Алабама. Хью Таргет построили в Китае и применяли при этом самые передовые технологии. Так что ещё одна его особенность, кроме размеров – это энергоэффективность. Ракета «Атлас-5» стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Носитель выводит на орбиту космический аппарат «Ассирис-Рекс», который отправится навстречу астероиду Бенну. Сотрудники НАСА сообщили, что запуск прошёл без происшествий. Полёт роботизированного зонда, питающегося солнечной энергией, продлится два года. Достигнув астероида, «Ассирис-Рекс» выйдет на низкую 5-километровую орбиту и в течение 505 дней будет заниматься картографированием поверхности небесного тела. Исходя из полученных данных, команда миссии выберет место для забора проб с поверхности Бенну. Образцы грунта поместят в капсулу, которая отправится обратно на Землю. Как ожидается, она приземлится в штате Юта в 2023-м. По мнению учёных из НАСА, анализ этих проб может пролить свет на теорию зарождения жизни на Земле. Рассказывает руководитель планетарных исследований Джим Грин. Когда мы получим образцы, начнутся десятилетия исследований. И мы уже в предвкушении. Это просто невероятно — получить возможность прикоснуться к этим древним материалам, получить ответы на наши вопросы, используя все доступные нам инструменты для анализа. Это новый этап развития науки. «Ассирис-Рекс» — это третья миссия НАСА в рамках программы исследования наименее изученных районов Солнечной системы. Два предыдущих космических аппарата, «Новые горизонты» и «Юнона» уже достигли своих пунктов назначения. В дальнейшем НАСА планирует осуществить новые запуски в рамках этой программы. Осень — пора сбора урожая, в том числе урожая мёда. Сладкое золото собирают пасечники в деревнях, на хуторах и в пражской мэрии. Учреждение впервые может похвастаться мёдом собственного производства. Ульи на крыше ратуши установили полгода назад. Они занимают всего 6 тысяч квадратных метров, но служат домом для 200 тысяч пчёл. За насекомыми ухаживает пасечник Сдэна Кружичко. Видите, соты полны. Вокруг ратуши растут липы. Вообще много растительности вокруг. Так что пчёлы не голодают и принесли много мёда. В мэрии мёд есть не собираются. Его будут использовать с представительскими целями — дарить почётным гостям и зарубежным делегациям. Мы очень рады, что сможем порадовать гостей специальным мёдом из нашей мэрии. Думаю, благодаря этому они запомнят наш город и проникнутся к нему тёплыми чувствами. Пчеловодство — это старинная пражская традиция. Пчелиные ульи держат у себя на крыше многие торговые центры и отели, не говоря уже о простых горожанах. Всего в чешской столице почти 4 тысячи ульев. На кинофестивале в Венеции показали новую картину 79-летнего российского кинорежиссёра Андрея Кончаловского «Рай». Действия фильма происходят в последний год Второй мировой войны, в оккупированной нацистами Франции. Русская аристократка-эмигрантка Ольга, её роль исполнила жена Кончаловского Юлия Высоцкая, участвует в движении сопротивления и помогает двум еврейским детям. За это её арестовывают сотрудники гестапо. В тюрьме она встречает французского инспектора Жюля, который сотрудничает с нацистами, а позже в концлагере своего давнего знакомого Хельмута, офицера СС. Каждый из трёх персонажей рассказывает свою историю на родном языке, и кажется, что все они на допросе. Сам режиссёр говорит, что его работа отличается от других фильмов о Холокосте. Настолько всё стало это банализировано, особенно если снимать в цвете. Просто потому, что банализируется тема, а не суть. Поэтому мне хотелось сделать фильм не о Холокосте. Меня интересовала природа зла. Она вечная. Природа зла вечна, потому что зло творится каждый день, в каждую эпоху. И большинство людей, которые это творят, очень часто думают, что они делают добро. Фильм «Рай» участвует в основном конкурсе кинофестиваля, где представлены ещё 20 картин. Победители будут объявлены 10 сентября. Фестивальный нон-стоп. В эти выходные в Германии пройдут сразу несколько ярких мероприятий. Много музыки, танцев и пива. В субботу и воскресенье вся берлинская молодёжь стечётся на территорию Трептов-парк. Немецкая столица во второй раз принимает один из крупнейших музыкальных праздников – «Лола Палуза». Посетители ожидают выступления известных исполнителей и групп самых разных жанров – от электро до рока. Выступать будут «Радио Хэт», «Кингс оф Леон», «Нью Ордер» и многие другие. В перерывах между песнями гостей праздника будут развлекать уличные артисты, циркачи и воздушные акробаты. А вот жители города Бат-Дюркхайм в земле Рейнвандфальц веселиться будут 10 дней напролёт – с 9 по 19 сентября. Там проходит самый крупный в регионе праздник вина. В этом году город отмечает 600 лет со дня основания, так что размах народных гуляний будет соответствующий. Посетителям предложат массу занятий на любой вкус – аттракционы, парка развлечений, красочные шоу и выступления артистов. Гурманов будут угощать разнообразными национальными блюдами и напитками. Особую роль традиционно отведут производителям сосисок. Это излюбленный мясной продукт горожан. А виноделы и пивовары со всей страны представят на суд местных жителей продукцию нового сезона. С 10 по 27 сентября небо над Рейном засветится миллионом цветных огоньков. Там пройдёт ежегодный фестиваль фейерверков «Рейн в огне». Красочные салюты традиционно будет запускать целая флотилия около 50 прогулочных лодок. Сопровождать действие будет живая музыка в исполнении лучших местных ансамблей. Зрелищем можно будет насладиться за бокалом хорошего немецкого вина. Параллельно будет проходить фестиваль, посвящённый этому напитку. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова